Раннее доброе утро, мои хорошие. У меня здесь творческий беспорядок. Я пеку блинчики и всегда на двух сковородках. Одна поменьше, одна побольше. Так быстрее. Блинчики готовы. Можем пить кофе. И утро у меня сегодня началось очень рано. Володюшка работает в первую смену. Значит у нас подъем пол пятого. И что-то я не стала ложиться спать. На улице прошел дождичек. Открыла я все окна, двери и напекла блинов. Так что желаю вам приятного начала нового дня. Добрый день, дорогие друзья. Немножко истории. Северные ворота, или их еще называют ворота Шписсард в Зурцбахе, ведут в направлении Ашафенбурга. Площадь с башнями и родничок длинная традиция с 1911 года времен принца Луитпольд Линде. Маленькое археологическое окно на восточной башне северных ворот говорит о том, что уровень улицы был на полметра ниже. За столетия уровень улицы подняли. Основания башен остались внизу, поэтому они смотрятся маленькими, чем когда были построены. В восточной башне осталась надпись 1667 год, что говорит о реставрации башен. На карте показано какой была крепость Зурцбах-Аммайн после строительства. На роднике мы видим герб Баварии и герб Зурцбах-Аммайн с кельями для поднятия соли. Зурц-Старая Зальц-Соль, а Бах-Это пруд. 12 марта 1911 года в память о 90-летии принца Луитпольд была посажена эта липа и считается памятником природы. В архивах говорится, что с 1904 по 1921 год организовывались шествия через поселок к церкви, шествии принимали участие сообщества военные, пожарные, спортивные, сообщества рабочих и хор. Судя по кроне дерева, его периодически подстригают. Этот ручеечек Зоденербах течет из поселка Зоден. Который административно относится к Зульцбах. Зоден – маленький поселок, курортное лечебное место. В Зодене находится источник минеральной воды. Там же находится и завод по производству минеральной воды – Зоден-Талер. В Саксонии песочный камень серого цвета, а у нас красного, потому что много содержания железа. Интересная кладка, но она современная, а вот эта кладка – более старого времени. Я спрашивал нашего соседа Альбрешта, царствие ему небесное, что это за подвальчик здесь. И он мне рассказал, что в старые времена, когда Майн замерзал, на реке пилили лед и привозили в этот подвальчик. Таким образом была холодильная камера, и там хранились продукты дольше, чем в обычных подвалах. Так сказать, древний холодильник. Часто можно встретить подобные стеллы. Здесь на картине мы видим, что Иисус общается с ангелом. Верующие люди могут остановиться и помолиться. Стелла была восстановлена от Маркта Зюльзбах и Маринчин. Солидарность сообщества из Ашафенбурга в 2001 году. А здесь есть лавочка. Можно присесть и отдохнуть. Маленький фонтанчик. В жаркую погоду игра воды дает свежесть. И притягивает людей постоять и отдохнуть. А для нашего любимого мальчишки, для нашего левушки сегодня я отварила курочку. Сейчас ее почищу от косточек и мальчишка будет кушать. Левушка наш отдыхает. Они сегодня с Иванышком утром бегали. Ножки у левушки устали. Бегал по дорожкам. Пришел мы его помыли лапочки. Теперь отдыхает. Солнышко. Звездочка наша. Отдыхай. Иванышко. 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 Субтитры подогнал «Симон» Отвариваю я ребрышки, я их порезала как могла и хочу сварить супчик с ребрышками. А на второе у меня сегодня запотевают пельмешки. И сегодня я добавила в воду кусочки свежего чеснока, порезала. И всегда, когда они варятся, я добавляю маслица. Капустный салатик. Легко, просто, полезно. Капуста, морковка, зелень и немножечко оливкового масла. Посолила, поперчила, конечно. И еще 5 минут и пельмешки готовы. К пельмешкам у нас сметанка. Это шмант. Ну, густая сметана. А на Урале у нас делали к пельмешкам перец, уксус, водичку. Все в чашечку размешивали. Туда макали пельмешки. И было очень-очень вкусно. Поэтому Володюшка у нас так и кушает. И делает это он себе сам. Ну, в общем, что я хочу сказать, мои хорошие. Мой ужин готов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok